Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик, и поставьте лайк, спасибо. Задержан вор в законе Миндеград за приговоренный к 12-му годам. 25 октября на территории Турции был задержан вор в законе Миндеград за по прозвищу Лавас Аглы Батумский. Задержание авторитета произвели турецкие силовики при помощи своих коллег из Грузии, где Градзи заочно признан судом виновным по статьям, пребывание лица в положении вора в законе, вымогательство, а также незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности. Вор в законе был приговорен к 12-му годам лишения свободы, а затем объявлен Грузией в розыск по линии Интерпола. Теперь, если турецкая страна экстрадирует Градзе, то ему предстоит долгое время провести в заключении. Источники МЗК1.ру говорят, что действительно, Лавас Аглы Батумский находится в предэкстрадиционном заключении на территории Турции. Самое интересное заключается в том, что еще пару лет назад Градзе был задержан в Молдаве и депортирован в Тбилиси. Там вору пытались предъявить обвинение в принадлежности к воровскому миру. Однако доказать что-либо на суде, который длился 9 месяцев, не получилось. И законник был отпущен на свободу в октябре 2017 года. Но спецслужбы взяли Градзе и его окружение под пристальный контроль, и вскоре удалось зафиксировать, что от его имени проводятся воровские сходки, на которых главенствует его протяжа. Помимо этого, в июле 2018 года, силовики смогли задержать 10 авторитетов в Тбилиси и Аджарии, которые собирались, чтобы обсудить текущее положение дел в криминальном мире. Благодаря прослушке выяснилось, что на этих сходках были интересы Лава Саглы насчет вымогательств на территории Грузии. Таким образом компромат был зафиксирован и отдан в суд. Работа оперативников принесла свои плоды, и суду удалось доказать, что Градзе является вором в законе с 2013 года, руководит преступной группировкой, которая промышляет ракетом, сопряженным с тяжкими преступлениями, своих жертв об Градзе запугивает, применяя физическое насилие. Помимо этого было доказано и то, что через нескольких грузинских авторитетов, Лава Саглы регулирует ситуацию в криминальном мире Грузии, а также принимает решение по поводу сбора денег в воровской общак. Кроме этого, следствие установило, что 24 февраля 2015 года Лава Саглы позвонил автору передачи «Другие акценты», выходящий в эфире телеканала «Рустави-2», и угрожал журналисту расправы из-за сюжета о нем. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик, и поставьте лайк, спасибо!